Церковь Святого Царевича Дмитрия на Крови, 1692 год. Спросила женщину, которая меня обелечивала, а что здесь уникального, на чём акцентировать внимание и знаете, что она сказала? На всём. Здесь всё уникально. Здесь роспись XVIII века. Так что идём. Хотя я здесь из-за Колокола. Вот так звучит углический, сыльный, набатный колокол XV века. Почему сыльный? Потому что этот набатный колокол казнён отсечением языка и сослан в сибирский Тобольск за то, что в 1591 году известил жителей города Углича о смерти царевича Дмитрия, чем вызвал народное волнение, закончившееся самосудом над предполагаемыми убийцами, и пробыл там 300 лет, после чего возвращён обратно. Сыльные колокола могли возвращаться на прежнее место, если провинившийся колокол миловали. При помиловании возвращали и язык колокола. Звук с новым языком был совершенно другим. Ныне сыльный набатный колокол – экспонат Углического государственного исторического архитектурного и художественного музея. Вот такой интересный колокол, который прошёл сквозь огонь, воду и медные трубы. Подписывайся на канал Лары Шум, ставь лайк. Василиса Волохова выводит ребёнка на прогулку. Ребята, смотрите, а это вот убийца в красном кафтане, сын Василисы Осин. Он подходит к царевичу и просит показать его ожирение. Друзья, он должен был убедиться, царский это ребёнок или нет. Ожирение считалось символом царской власти. Так вот, Дмитрий показывает, поднимает голову, показывает, что ожирелица у него статая и есть. В этот момент кто-то отвлекает трёх женщин, наблюдающих за тем, как гуляет ребёнок. Потому что потом выяснилось, эти женщины ничего не видели. Итак, улучив момент, Осип ножом ударил Дмитрия в горло. Эту сцену видит один человек в панамарь церкви. Он бежит на колокольню. Ребята, все видят в центре колокольню? Видите? Запираются и ударяют в набатный колокол. Набатный колокол подхватывают все колокола, которые были в Угличе. А их было 296. И вдруг угличане вслед за трапезу услышали такой жуткий звон колоколов. Они побросали трапезу и прибежали вот сюда, где мы с вами. Что угличане увидели? Слова летописца того времени. Послушайте. Гляжу, лежит зарезанный Дмитрий. Царица-мать беспамятственная. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова